Когда женщина начинает спать с мужчиной для здоровья, рано или поздно у нее появится зависимость к этому мужчине, и она захочет нечто большего, чем просто постель. Какая бы ни была умная женщина, такова природа, и она попадет в такую ситуацию. Поэтому цель для здоровья может плохо кончиться. Когда женщина долгое время не чувствует себя в безопасности рядом с мужчиной, она либо уходит от него, либо становится каменной стеной сама. Первый вариант, понятно, он разрушает семью. Второй, точно так же, только медленно. Дорогие мужчины, не женитесь и не создавайте семьи, пока вы не сможете хотя бы базовыми потребностями обеспечить свою жену и будущих детей. Ни в коем случае не рассчитывайте на то, что родители первое время вас будут поддерживать, и мы потом потихоньку раскачаемся. Обычно это ничем хорошим не заканчивается. И не нужно идти на поводу эмоций и голых желаний, и потом плодить несчастной семьи. Ведь ребенку нужна полноценная семья, а не разведенные родители. Недавно одна девушка задала мне вопрос, Руслан, почему мой муж спустя время потерял интерес ко мне? Отвечаю, мужчина теряет интерес к женщине, которая теряет интерес к самой себе. То есть, мужчина до свадьбы влюбляется в девушку, которая занимается своими целями, занимается собой, у нее есть хобби, какие-то дела. После свадьбы, если вдруг женщина забрасывает все это и в центр вселенной ставит своего мужчину, то, соответственно, автоматически он теряет к ней интерес. Поэтому, дорогие дамы, пожалуйста, я понимаю, семья тяжело. Ни в коем случае не забрасывайте себя. Продолжайте заниматься самореализацией, своими целями, каким-то хобби, и тогда будет все хорошо. Не устану повторять, говорил уже ранее. Если женщина ставит мужчину в центр своей вселенной, то именно этот мужчина ее и погубит. Когда родители говорят своему ребенку, мы только ради тебя одного и Паша, посмотри какой он, а какой ты. Ты бестолковый, у тебя ничего не получится. Они думают, что этим они принесут пользу своему ребенку, и он начнет меняться и развиваться в лучшую сторону. Но на самом деле, неосознанно, они причиняют ему психологическую травму. Соответственно, когда ребенок вырастает, чаще всего это неуверенная, закомплексованная в себе личность, которая постоянно сравнивает себя с другими. Запомни, женщина никогда не уйдет от мужчины, который поможет ей реализовать, подчеркиваю слово, роль счастливой жены, матери и любовницы. Женщина разрывает отношения с мужчиной, даже когда его любит, только в том случае, если она, находясь рядом с ним, перестает любить себя. Твоё общение с друзьями должно быть о карьере, здоровье и развитии. Если ты с друзьями обсуждаешь жизни других людей, то лучше смени окружение. Если ты улыбаешься наедине с собой, если ты ложишься спать, не ожидая ничего сообщения, и выглядишь красивым для себя, значит ты что-то понял в этой жизни. Понимаешь, о чём я? С детства нас учили, чтобы рана зажила, её нельзя трогать. Поэтому не пересматривай фотографии, не копайся в памяти и не ищи встречи. Очнись. Если женщина ругается, истерит, громко выясняет отношения, это не означает, что она хочет уйти. Это означает, что она хочет что-то исправить в этих отношениях, но если спустя время она начинает относиться безразлично, не проявляет никаких эмоций по отношению к вам, то конец и расставание близок. Никогда и ни при каких обстоятельствах не рассказывайте людям о своей личной жизни, о своих планах и о том, что вас сильно тревожит. Ведь каждый человек может использовать это в своих корыстных целях, даже во вред вам. Когда женщина становится удобной для мужчины, он перестаёт ей уделять внимание, дарить подарки, делать сюрпризы, не считается своём мнением и где-то даже запрещает увлекаться хобби и заниматься каким-то любимым делом. Дело в том, что тогда мужчина начинает больше требовать от женщины и меньше ей давать. Поэтому задумайтесь. Первый человек, о котором ты думаешь утром и последний человек, о котором ты думаешь ночью, это либо причина твоего счастья, либо причина твоей боли. Но лучше думай о себе. У мужа есть любовница, как мне поступить. На самом деле, каждая женщина знает, как поступить в такой ситуации. Просто страшно, а как я буду одна, а как разорвать отношения, а что будет дальше. Или же второй вариант, простить, а как я это приму, а как мы вместе будем дальше жить. Каждая женщина знает ответ на этот вопрос. Но это выбор, либо простить, либо уйти. И тот, и тот тяжёлый выбор. Но так как ваш муж сделал то, что было угодно его душе, не подумав о вас, то за вами решение то, которое будет угодно именно вашей душе. Если человек часто агрессирует, значит у него сильная душевная боль. Мы меняем свой голос, когда разговариваем с людьми, которые нам нравятся. И если человек много прощает и долго терпит, то в итоге он уходит неожиданно и навсегда. Замечала, что когда женщина находится в отношениях с тираном и деспотом, она теряет свою женскую энергетику, красоту и становится выглядеть старше. Потому что в таких отношениях год за три. Но как только она заканчивает эти отношения и ещё лучше вступает в новые здоровые отношения, спустя некоторое время, женщина цветёт на глазах, выглядит гораздо привлекательней и гораздо моложе. Я ни к чему не призываю, но стоит задуматься. Женщина может добиться абсолютно всего. Реализоваться в карьере, зарабатывать деньги, воспитать и вырастить детей, воплотить в жизнь их мечты и реализовать свои мечты. Ей для этого всего лишь нужно неудачно выйти замуж. Не рожай детей только ради того, чтобы удержать мужчину рядом с собой. Дети должны рождаться только по обоюдной любви мужчины и женщины. Если есть какая-то другая причина, то счастьем будет очень тяжело. Как для родителей, так и для ребёнка. Задумайся. Научись говорить «нет» людям, при этом не испытывая чувства вины и не пытаясь объяснить, почему ты отказал, думая, что человек может на тебя обидеться. Научись отказывать. И знай, что когда человек ставит своё «хочу», своё «я» и своё состояние на первое место, у него в жизни как-то всё хорошо начинает идти. Женщина должна быть меркантильной, особенно в браке. И я про правильную меркантильность. Да, она должна довольствоваться тем, что есть и тем, что даёт ей муж. Но если не уметь правильно, без упрёков, а именно правильно мотивировать своего мужчину, чтобы у вашей семьи был больше дом, круче машина, ещё лучше отдых, то рано или поздно ей придётся на это зарабатывать самой. Люди, которые после расставания страдают и думают, что никогда больше не встретят такого особенного человека. Хочу вам сказать, обязательно встретите. Ведь особенным человек является не сам. Это наши чувства и эмоции к нему делают его особенным. Поэтому, поверьте мне, когда придёт другой человек, чувства и эмоции начнут порхать по-новому. И, как вы знаете, клин клином вышибает. Не можешь понять, любят тебя или нет, запоминай. Любовь это не слова, не клятвы и не обещания. Любовь это всегда поступки. Когда человек говорит, я тебя люблю, это означает, что я для тебя что-то делаю. Свидания, знаки внимания, какие-то подарки, забота. То есть, то, что приносит тебе радость. Но если нет никаких знаков внимания и радости, то это что угодно, но точно не любовь. Никогда и ни при каких обстоятельствах не рассказывай своей второй половинке про свои прошлые отношения, как и что с кем было. Эта информация как бомба замедленного действия, будь то для мужчины, так же и для женщины. И ничем хорошим это не закончится. Даже если вы обещали друг другу рассказывать все как есть, ничего не скрывать, что было в прошлом, именно это, если хотите хороший конец, должно остаться за кулисами в ваших новых отношениях.